Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшнее наше практическое занятие будет посвящено уже электронной микроскопии. И на этом занятии мы с вами рассмотрим два просвечивающих электронных микроскопа Joel Gem 2100 и Joel Gem 1400. Давайте посмотрим на общий вид микроскопа Joel Gem 2100. Это 200-киловольтный микроскоп с термоэмиссионной пушкой. Единственное, здесь вместо вольфрамового источника, источник используется с лантан-творидом, лапсикс. В остальном это в принципе такой обычный просвечивающий микроскоп. Слева приведена схема очень упрощенная микроскопа, которая нам понадобится для объяснения настроек, которые мы будем делать. Справа приведена схема реальная этого микроскопа. Как видите, конечно, здесь гораздо больше линз, стигматоров и так далее. Ну и давайте познакомимся с микроскопом. Наверху у нас, естественно, источник электронов, пушка. Дальше у нас такой линейный ускоритель электронов, анодные кольца, которые придают им необходимую скорость. Ну и соответственно определенная длина волны у нас получается для них. Две линзы конденсорной, С1, которая будет регулировать размер пучка, и С2, которая будет регулировать размер области, которая будет освещаться на нашем препарате. Дальше. Конденсорная апертура, которая будет ограничивать случай, идущий по слишком большим углам. И, собственно говоря, она регулирует, какое количество электронов у нас будет попадать на наш образец. Для нормальной работы нужно ставить хотя бы первую апертуру, номером 1. Но если ваш образец плавится, горит, меняет свою форму под лучом, тогда, конечно, можно увеличивать номер этой апертуры. То есть уменьшать ее размер. Например, дальше здесь у нас будет находиться линза уже объектива. Здесь находится место, куда вы вставляете держатель вашего объекта, вашей сеточки. Вот он. И там же, в боку, находится апертура уже объективная. На этом микроскопе она моторизована, управляется с пультиком, поэтому ручки здесь, которую могли бы увидеть, нету. Дальше апертура выбранной плоскости. Она нужна только в режиме дифракции, поэтому на данном практическом занятии мы и пользоваться не будем. Проекционные линзы. Ну и наш экранчик, камера, называется камера-детектор. Также на микроскопе установлены две цифровых камеры, одна бокового крепления. Эта камера позволяет получить очень большое поле зрения, но, правда, конечно, разрешение, которое вы можете на нее снимать, будет не очень высоким. И нижняя камера нижнего крепления находится вот здесь вот под микроскопом, 16-мегапиксельная. Она позволяет снимать с высоким разрешением, но, правда, поле зрения у нее при этом ограничено. Ну и также здесь установлено два компьютера. Первый компьютер обслуживает микроскоп, второй компьютер обслуживает камеру, на которой мы будем сегодня снимать наш препарат. Давайте посмотрим на эту же колонну еще раз, с более близкого расстояния. Электронная пушка. Вниз, соответственно, конденсорная апертура, которая здесь стоит. Там были у нас выше чуть-чуть линзы конденсора. Теперь у нас будет здесь находиться шлюз, через который мы будем вставлять наш держатель в сеточке. С той стороны, вот за рукой моей, находится привод апертуры объектива. Здесь у нас находится апертура выборной плоскости. Опять же, мы ее на этом занятии использовать не будем. Бинокулярная насадка и камера. Обратите внимание, вот с этой боковой камерой, когда ее призма с эсцинциллятором вставлена в оптический путь, электроны дальше этой призмы проходить не будут. Поэтому, если у вас эта камера введена в оптический путь, ни на нижней камере, ни в камере детектора, на экранчике, вы ничего не увидите. Поэтому обязательно проверяйте, чтобы вот так вот было выдвинуто. Дальше под нашим экранчиком есть еще камера, куда могут быть положены фотоматериалы. Конечно, сейчас практически никто не пользуется фотоматериалами, но у нас есть специализированные пластинки, которые называются DITABIS. Они нужны, если вы работаете, например, в режиме дифракции, чтобы не портить камеру, особенно ярким пучком света. Или если вы хотите получить чуть большее разрешение, чуть больше диапазон, который можно получить было бы на обычной камере. С этой части микроскопа есть единственная кнопка, которую пользователь может нажать, и то в случае каких-то экстренных происшествий. Это так называемая кнопка EM-STOP. Сейчас покажу, оранжевым подсвечено. Эта кнопка выключает экстренный микроскоп и понадобится только в случае, если что-то совсем незапланированное происходит. Не знаю, потоп, сгорание, еще что-то. Вот тогда ее можно нажать. Пользователь же обычно работает с двумя пультиками, правым и левым, и трекболом. Это то, что, в принципе, вам понадобится для использования. А также компьютер, управляющий камерой и микроскопом. Давайте посмотрим повнимательнее на этот пультик. И сейчас стрелочкой отмеченной вы видите кнопочку, на которой написано BIM, луч. Эта кнопка включает накал вашего катода. И, соответственно, включается тогда пучок. Это можно сделать из программы обеспечения. Но здесь это удобнее. Когда пучок включен, она у вас будет подсвечена зеленым. Ниже кнопочка, которая позволяет вам, не вставая с места, включить или выключить свет в комнате. Дальше отдельно набор из четырех кнопок и двух регуляторов, который отмечен как контроль пробы. Нам здесь понадобится только режим просвечивающий электронной микроскопии, тем, он как раз зеленым подсвечен, и ручечка Spot Size. На самом деле, эта ручка будет менять силу линзы конденсорной C1. И она будет влиять на вот этот вот как раз размер пятна, то есть на соотношение разрешения и, скажем так, яркости нашего микроскопа. Как вы помните, если мы линзу C1 сделаем достаточно сильной, она будет уменьшать у нас изображение нашего источника. И чем оно будет меньше, тем больше будет разрешения у микроскопа. Но, правда, при этом, тем и меньше электронов у нас будет достигать нашего образца, тем темнее будет картинка. Стандартная установка на этом микроскопе Spot Size для биологических объектов это номер 3. Дальше, наверху, группа кнопок, которые подписаны как контроль апертуры. У нас моторизована только апертура объективной линзы, OL, она здесь подписана. И кнопочки ниже, Open, соответственно, открыто, апертура не стоит. 1, 2, 3, 4 это апертура разных размеров. Кнопочки X, Y, Z, X и Y это кнопочки, которые позволяют передвигать эту апертуру по X и по Y, соответственно. И кнопочка KRS, Cores, такие кнопки будем встречать практически около каждого регулированного параметра, позволяет регулировать его более грубо. Ну, условно говоря, да, как на микроскопе есть микро и макро винт. Вот это переключение, скажем так, на макро винт, когда вы сможете эту регулировку делать уже достаточно грубо. Дальше группа кнопок, начинающаясь с прикрытой крышечкой кнопки Neutral, которая возвращает соответствующие установки в исходное спрограммированное состояние. Какие установки мы здесь можем менять? Это сдвиг изображения, это проекционные линзы, их настройка, это стигматоры, конденсора и объектива, и это Dark Tilt и Bright Tilt. На самом деле, не все из этого пользователю в обычной жизни понадобится, но более подробно это на курсе по электронной микроскопии будет, если необходимо, изложено. Следующая ручка, которая нам очень важна, здесь она подписана как Brightness, яркость. На самом деле, эта ручка регулирует силу линзы C2 нашего конденсора. То есть, она регулирует размер пятна света, ну, вернее, не света, а электронов на нашем образце. Чем больше увеличение, тем вам, конечно же, захочется это пятно сделать по размерам меньше, чтобы вся плотность этого тока была на тот участок, который вы сейчас смотрите, что вам хватило яркости. Почему она, в общем-то, яркость и называется. Напомню, C1 это Spot Size ручка, C2 это ручка, которая здесь подписана как Brightness. И две ручки, которые будут повторяться и на следующей панельке, на правой, это Shift, который будет смещать, пока ничего не включено, смещать, соответственно, нам будет тогда изображение у нас. И внизу ручка, которая называется Deflector Stigmator X. Эти ручки двигают по координате X. В зависимости от того, что у вас выбрано на панельке чуть выше, сдвиг картинки, Bright или Dark, Tilt или стигмации, соответственно, функции вот этих двух ручек, Shift и Stigmator Deflector будут меняться. Dragball позволяет передвигать держатель вашего образца, соответственно, по X и по Y. И точно так же здесь есть кнопочка Course. Есть кнопки, которые позволяют, если необходимо, чуть-чуть сдвигать ваш образец наверху. И есть кнопочка Piesa, которая позволяет сдвигать образец на очень небольшое расстояние, но зато очень точно. Обычно это используется при съемке, если у вас есть некий дрейф образца, то нажав вот такую кнопочку Piesa, подождав некоторое время, дальше можно очень аккуратно двигать ваш образец буквально на нанометры. Правая панелька, ну как видите, две ручки мы уже знаем, Shift и Deflector Stigmator, только теперь, правда, по Y. Ручки наверху, которые подписаны Z, они нам понадобятся абсолютно точно. Это движение вашего образца по Z. Как вы помните, в электронной микроскопии линзы у нас зафиксированы, мы можем менять только ток, но тем не менее они рассчитываются на определенное положение вашего образца. И вот эти ручки Z вверх, Z вниз позволяют механически передвигать ваш образец так, чтобы он оказался на наилучшем расстоянии, на котором, в общем-то, эти линзы наиболее скомпенсированы. Дальше группа из трех кнопок – это выбор различных вариантов увеличения. Low Mac – это, соответственно, малое увеличение, на котором можно практически всю сетку увидеть. Mac 1, Mac 2 – это, соответственно, два режима разных увеличений. Следующая группа кнопок – воблеры, которые меняют, например, вот HT воблер, он будет менять высокое напряжение, ускоряющее немножко, чуть больше, чуть меньше делать. Это необходимо для настройки изображений. Группа кнопок, которые подписаны F1 до F6, те же самые функциональные клавиши, которые вы можете нажимать на клавиатуре, например, они будут поднимать экранчик, чтобы мы могли снять на нижнюю камеру и другие функции. Очень важная кнопочка, прикрытая здесь сверху колпачком – STD Focus, стандартный фокус. Как я уже говорил, линзы мы двигать не можем, и нам нужно, чтобы наш образец находился на каком-то определенном расстоянии. Нажав на кнопочку STD Focus, мы выставляем ток в объективной линзе, который для этой линзы рассчитан так, чтобы тот объект, который сейчас находится точно на нужном расстоянии, оказался в фокусе. То есть мы после того, как объект вставили, нажимаем на STD Focus, дальше при помощи Z вверх, Z вниз добиваемся его резкой фокусировки, и после этого, в принципе, мы уже вверх-вниз наш объект не двигаем. У нас фокус уже здесь должен быть хороший, и только небольшую подрегулировку фокуса, на самом деле небольшую дефокусировку изображения, чтобы получить большую контрастность, мы можем делать при помощи ручек внизу, которые подписаны объективный фокус, Object Focus. Две ручки есть Fine Cores, и есть еще, если уж совсем нужно его сильно менять, кнопочка Cores отдельно. Оставшиеся части, которые мы с вами еще не объяснили, это кнопочки для работы в режиме дифракции в выделенной области. SA Magnification, SA Diffraction. Также ручка для настройки фокуса в режиме дифракции, Diffocus, и, соответственно, к ней настройка, позволяющая быстро заменять Cores. И ручка, которая позволяет менять вам увеличение, либо длину камеры, если вы работаете в режиме дифракции, это вот подписано Mac Cam L, то есть на камерах Likes. И последняя группа кнопок, которая вам точно уже не понадобится, использовать вы ее, скорее всего, уже не будете, была необходима для работы с фотоматериалами. Это выдержка и возможность автоматической выдержки, и, соответственно, произведение фотографии. Единственное, экран может понадобиться, если вы будете работать с использованием пластинок DITO BIS. Давайте посмотрим на блок, где размещен флуоресцентный экранчик. Соответственно, камера детекция. Додвинем нашу пинокулярную насадку и заглянем внутрь нее. Конечно же, лучше лишний раз свет сюда не подавать, потому что этот экранчик при выключении света потом еще будет достаточно долго флуоресцировать, мешая вам увидеть ваше изображение. Ну, так у нас занятие практическое. Давайте посмотрим на него. Здесь есть большой экранчик, находящийся внизу, который позволяет вам видеть практически все поле зрения. И маленький экранчик, который вы можете при необходимости убирать, чтобы он не мешал, либо выставлять. Пинокулярная насадка сфокусируется именно в этом маленьком экранчике и позволит вам уже достаточно точно дофокусировать, например, микроскоп или сделать какие-то другие настройки. Также, с другой стороны, есть возможность часть изображения затенять вот такой вот проволочкой. Она двигается в нескольких плоскостях. Это необходимо при работе в режиме дифракции. Как вы помните, нулевой порядок лучей навсегда наиболее сильный, и он наименее информативный для нас. И мы можем использовать эту проволочку, чтобы не позволить электронам этому нулевого порядка сфокусированным очень портить наш экран. Вообще, на самом деле, эти экраны очень не любят, когда вы сводите пучок в точку, поэтому нужно избегать такого, насколько вы можете. Или если вам для настройки микроскопа все-таки пучок в точку сводить нужно, это должно быть минимальное количество времени. Для камер. На самом деле, они тоже покрыты таким же сентиляторным материалом, но этот материал гораздо более мелкозернистый и гораздо менее стойкий. Поэтому, если вы работаете с камерами, то сводить пучок в точку вы просто не имеете права. Также, как желательно в дифракционном режиме, на наших камерах, в общем-то, не работать. Для этого есть пластинки DITABIS. Посмотрим на держатель образца. Обратите внимание, сейчас я уже буду работать только в перчатках, потому что то, что будет находиться внутри микроскопа, во-первых, под вакуумом, во-вторых, там необходимо, чтобы все это было максимально чистым. Ну и понятно, что любой жир с рук, любая пыль, будет сильно плохо влиять на наш микроскоп. Поэтому вся дальнейшая работа, это, соответственно, уже в перчатках. Держатель образца позволяет нам перенести его из воздуха в вакуум и позволяет за счет движения вот этого вот цилиндра металлического двигать, соответственно, наш образец уже внутри микроскопа. Давайте установим наш образец в держатель. Для микроскопов наших есть несколько типов держателя. Это держатель, так называемый, быстросменный, потому что здесь мы можем, если у нас сеточка уже установлена в держатель, поменять целиком уже часть адаптера, в которой эта сетка есть. То есть эта замена будет очень быстро происходить, как вы видите. Вот у меня, например, такой адаптер с уже установленной сеточкой, чтобы ее лишний раз не гнуть, не вставлять, не вынимать. Вот она, видите, прижата. Продолжение следует... И вот мы установили этот адаптер в держатель. Давайте проверим, что у нас установлен правильно, что нет никакого перекоса. Для этого повернем его. Видите, он стоит ровненько, то есть, в принципе, можем его использовать для работы в микроскопе. Обратите внимание на вот эти два кольца прокладочки у ринга. Имеет смысл перед установкой держателей их осматривать, чтобы на них не было пыли. В нашем ресурсном центре принято правило, что на самом деле держатель и установка образца имеет право производить только инженер. Потому что в случае, если вы неправильно установите держатель или при установке неправильно выполнить эту процедуру, может попасть в колонну микроскопа воздух. И, соответственно, на восстановление работы микроскопа потребуется достаточно длительное время. Поэтому то, что я сейчас показываю, это в таком демонстрационном виде. Установку препарата, смену препарата будет выполнять за вас инженер. Давайте посмотрим на программу распечения нашего микроскопа. Что у нас здесь есть. И так как мы хотим сейчас установить наш препарат и начать настраивать микроскоп, первое, что мы с вами должны сделать, это убедиться, что столик у нас стоит в нулевой позиции. Столиком у нас будет являться вот как раз этот стержень с адаптером и с нашим образцом. И если он не выровнен, то при его установке мы можем задеть что-то внутри микроскопа, что-то погнуть. Поэтому перед тем, как устанавливать наш препарат, мы должны сделать сброс нашего столика в нулевую позицию. Так называемую нейтрализацию столика. Здесь есть такая кнопочка, видите здесь небольшой, есть Stage Neutral. Нажимаем на него два раза. И после этого у нас все координаты, как видите, равны нулю. Мы можем с вами теперь устанавливать наш держатель образца. Проверяем перед тем, как дальше работать, что у нас включено высокое напряжение. Проверяем то, что ток на 160 кВ у нас меньше 83 микроампер. Если больше, то нужно будет звать инженера, потому что, в принципе, когда происходит небольшой рост тока, скорее всего это можно как-то поправить. Например, может быть вакуум плохой или еще что-то. Если же оставить повышенный ток на большее время, то, возможно, уже серьезные поломки микроскопа, такие как пробой изолятора высоковольтного, либо какие-то проблемы с высоковольтным блоком. Поэтому перед началом работы обязательно убедиться, что вот здесь у вас при выключенном пучке не больше 83. Давайте вставим наш держатель. Очень это нужно делать аккуратно, соусно. Передержим его и переключим вот эту ручку на режим откачки. Звук, который вы услышали, это как раз помпа ротационная. Пчела откачивать отсюда, воздух. Дальше можно посмотреть программу обеспечения, какое давление у нас в этой камере. И как только давление в этой камере у нас вот оно как раз сейчас уменьшилось, да, будет в районе где-то 28-30 микроампер. Мы можем с вами после этого продолжить. Конечно, программа обеспечения пишет гораздо раньше. Вот, посмотрите, у нас 69 микроампер. Она уже говорит, что Evac Ready. Но для того, чтобы микроскоп прослужил дольше, лучше все-таки дождать некоторое время, чтобы не запускать его лишний воздух. Дошло у нас до этих значений. И у нас один поворот. Отпускаем второй поворот. И теперь нужно очень плавно его туда вставить. Не отпускать, чтобы она не ударилась ни в коем случае микроскопом. Таким плавным движением туда поместить. Понятно, что при таком движении все равно некоторое количество воздуха у нас попадает в колонну микроскопа. И нам теперь нужно будет проверить, что микроскоп нормально откачается. Для этого внизу есть вот ПЕК-3. Это давление в пушке. Прежде чем мы будем с вами включать пучок, нам нужно будет убедиться, что там давление у нас меньше, чем примерно 26. Более того, мы должны, прежде чем дальше будем настраивать, убедиться, что у нас ничего в оптическом пути случайно не осталось. То есть то, что у нас боковая камера выдвинута, но это мы видим на этом изображении. То, что у нас стоит какая-то достаточно небольшая апертура конденсорная, например, первая. То, что у нас апертура объективная выведена из нашего микроскопа. Ну и на самом деле еще один важный момент. Есть у нас такая азотная ловушка, так называемая, или криоловушка, которая позволяет все-таки попавшей туда воздух и влагу из микроскопа достаточно быстро удалять. Она должна быть заполнена жидким азотом. Размер пучка для начала настройки мы поставим с вами тоже на тройку. Пучок мы с вами проверили, что у нас разведен до предела. То есть ручку Брайтнес мы крутили от часовой стрелки до звукового сигнала, она спискнула. И таким образом дальше мы теперь в принципе, дождавшись здесь нормального давления, уже говорил 28-26 где-то должно быть или меньше, сможем включить теперь генерацию пучка. Давайте подождем некоторое время. Из видео, естественно, это вырежу. Другие давления перечислены здесь. Как видите, ток у нас остался такой же. Проверим, что у нас открыта апертура объективная. Ну и нажмем на кнопочку генерации пучка наверху на этой панельке. Надписью BIM. При включении генерации пучка давление, которое на этом PEG-3 написано, может возрастать. В принципе, это нормально. Если вы дождались того, что оно откачалось меньше 28-26, ну если оно вдруг достаточно большое, или если ток начинает расти очень сильно, то нужно будет, конечно же, останавливать этот процесс и звать инженера. Пока у нас все нормально. Естественно, при генерации пучка ток у нас немножечко подрос. Ток должен быть меньше 84. Ну у нас вот 82, 83,2, 83,4. Сейчас 83,2 и дальше падает. Это нормально. В принципе, можем вступать к уже настройке нашего микроскопа. Для удобства. Небольшая шпаргалка в виде PDF лежит на соседнем компьютере. Вот я ее как раз открыл. Рекомендую, когда будете первые разы пользоваться микроскопом, просто по шагам действовать согласно этой шпаргалке. Я приведу здесь две картинки нашего пультика. Буду отмечать, что именно на этих пультиках я меняю. Для начала при помощи ручки Brightness я свел пучок, чтобы увидеть вот такую вот картинку. То есть она у меня была разведена максимально по часовой стрелке. Я его вращал теперь против часовой стрелки, пока не получил вот такую картинку. Ну и посмотрите, если я теперь его вращаю, он у меня не фокусируется точно в точку. То есть не увеличивает, уменьшает размер, а еще и двигается по одному из направлений. Это означает, что у меня конденсорная апертура немножко смещена, она у меня стоит не ровно по центру. Что мне для этого нужно сделать? Вот эта ручка, на которой я сейчас указываю. Там есть два колесика. Одно колесико двигает эту апертуру по координате, назовем ее X, другая по координате Y. И двигая эти две ручки, нам нужно добиться того, чтобы при изменении параметра ручки Brightness у нас это пятнышко меняло свои размеры, но не передвигалось. Ну вот примерно так. Давайте еще чуть подрегулируем. Я теперь ручку другую собью, чтобы было видно, как она может двигаться. Видите, если я другую ручку покручу, она будет в этом направлении двигаться. Ну и, соответственно, вернем обратно в нормальное состояние. Теперь, если мы при разведении, сведении пучка видим вот такую картину, еще подправим. У нас пучок не перемещается по XY, а только меняет свой размер. Настройка есть. Разводим пучок. Опять же, разводим его всегда по часовой стрелке, чтобы получить наилучшее изображение. Ну и разводим его опять по размеру нашего экранчика. Переключимся в режим малого увеличения и можем поискать на нашей сетке интересующие нас участки. Так как дальше мы будем работать с большим увеличением, чтобы не переключать микроскоп между большим и малым увеличением, можем просто запомнить координаты интересующих нас участков. Опять же, так как я чуть-чуть увеличения сделал больше, у меня пучок разведен сильно, я его обратно свожу, чтобы получить достаточную яркость. Это в данном случае регулятор, который здесь называется Brightness. Помним, что это на самом деле C2. Также, если у меня пучок оказывается не по центру, при помощи ручек X и Y, соответственно, Shift-X, Shift-Y, я их смещаю. Я нашел место, которое мне интересно. Теперь в программе обеспечения, вот на этой вкладочке, я нажимаю запомнить, Memorize. Могу перейти к следующему участку, точно так же его найти, запомнить. Единственное, что ту часть, которая вас интересует, нужно выводить в центр этого экранчика, он пометен точкой, чтобы действительно вернуться именно к этим координатам. И таким образом, пройдя сейчас сеточку, я отмечу те участки, которые меня интересуют, их запомню. Выбрали другую часть сеточки, свели опять же пучок, что нам яркости хватило. Нашли интересующий участок, запомнили. На что нужно еще обратить внимание? Если вдруг у вас в какой-то части сеточки будет видно вот такое повреждение, например, вашего препарата. То есть, вы видите отверстие или царапины, лучше этот участок не смотреть, уйти с него. Почему? Если вы его будете долго держать под пучком, он может начать оплавляться, разрушаться, какие-то части могут дальше попасть в микроскоп, ухудшая его качество. Поэтому просьба вот на таких участках, где есть такие отверстия, пучок не сводить и просто перейти на соседний участок по возможности. Иногда на больших увеличениях вы можете заметить, что изменяя яркость, то есть, изменяя эту ручку Brightness C2, у вас пучок сводится не в точку, а в такой вытянутый эллипс. Это как раз астигматизм. Астигматизм. Вот мы его можем видеть. И если мы хотим от него избавиться, нам нужно будет нажать кнопочку на левом пульте, который называется Cont Stick. И дальше при помощи ручек, уже не Shift, а дефлектор, стигматор, X и Y, убрать, скомпенсировать этот излишний астигматизм. Видите, у меня теперь он сводится в круглую точку. И, в принципе, астигматизм конденсорный мы с вами убрали. Должны после установки добиться положения по Z наилучшей фокусировки. Это кнопочки вот эти Z вверх, Z вниз. Давайте я сейчас еще раз их буду использовать. И, на самом деле, фокус, это когда ваше изображение станет наименее контрастным. Вот, смотрите, мы подходим, становится резче, 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 резче. И в какой-то момент изображение, конечно, не пропадает, но становится неконтрастным. Это как раз положение истинного фокуса. Поставив препарав такое положение, мы можем теперь вернуть себе контрастность за счет того, что немножечко раз фокусируем изображение. Кнопочки Object Focus у нас есть. И в программе с печеньем у нас тогда будет написано расстояние дефокусировки. Ну, там, не знаю, минус 200, например, нанометров где-нибудь. И это вернет нам должную контрастность. Вот то, что мы с вами теперь получили. Это то, в чем можем работать. Если нам контрастности не хватает, а на биологических образцах это достаточно часто, мы можем с вами вводить в наш микроскоп дополнительная объективная апертура. Причем, чем меньше будет объективная апертура, тем больше будет у нас контраст. Ну, соответственно, немножечко будет падать разрешение и, конечно же, яркость получаемой картинки. Вот мы с вами поставили апертуру номер 2. Апертуру номер 3. Смотрите, контрастность стала меньше. А вот и апертура номер 4 у нас находится за пределами нашего поля зрения. Возвращаемся обратно. Обратно. Обратно на первую. Давайте теперь посмотрим, как можно настроить теперь нашу эту апертуру. Сменьшаем увеличение, расширяем пучок. И вот мы видим край как раз этой апертуры. Теперь кнопочками мы можем нашу объективную апертуру поставить в центр поля и вернуться к тому увеличению, на котором мы с вами работали. Давайте то же самое сделаем. Апертуру еще поменьше. Единственное, к сожалению, их нельзя предварительно все настроить. После каждого переключения все-таки апертура будет чуть-чуть в другом положении. Поэтому вам придется все настраивать каждый раз, когда вы вводите или меняете объективную апертуру. Давайте вот на этой апертуре мы настройку эту повторим и на ней дальше будем работать. Картинка, которую мы получили. Давайте сведем пучок более-менее. И как видите, контрастность здесь уже вполне-вполне приличная. Напомню, чем меньше объективная апертура, тем больше контрастность, но тем на самом деле хуже разрешение и темнее картинка. Давайте переключимся на камеру и попробуем теперь снять это изображение. Обратите внимание, сейчас я использую фокусировку Fine Focus при помощи изменения тока в объективной линзе. И у меня здесь изображение, которое практически не меняется. А рядом окрыто окошечко с преобразованием этой картинки уже в частотный диапазон, то, что мы говорили о преобразовании в фурие. И, конечно же, чем ближе мы будем с вами к истинному фокусу, тем более мелкие детали мы с вами будем видеть и тем дальше от центра мы будем получать вот эти светлые точки на изображении преобразования в фурие. Давайте попробуем сейчас добиться такого положения. Например, он нас устраивает. с выдержкой у нас тоже все нормально в зеленой зоне. И гистограмма у нас, помните, тоже хорошо в левой стороне показанная распределялась. Теперь давайте фотографируем. Это достаточно долго, от 4 до 10 секунд может занимать в зависимости от выдержки. Вот наше отснятое изображение. Квити гистограмма ровная. Вот такая картинка получается. На что нужно сразу обратить внимание. изображение здесь сохраняются в 32-битном формате. И здесь у этой камеры, у Гатана, у программы Digital Micrograph есть свой формат файла. В принципе, этот формат файла открывается бесплатной программой Fidja или Image Aid с дополнительными настройками. И вы можете дальше с ним работать. Если же вы просто перенесете такой файл или сохраните его в TIFF, TIFF здесь будет уже 16-битном скорее всего, то при открытии такой картинки на вашем компьютере она будет выглядеть очень неконтрастно. Таким образом, вам нужно будет открыть ее в программе, которая поддерживает такую высокую битность, например, в том же самом Fidja и использовать настройки, которые либо яркость, контрастность, либо окно и уровень Windows Level, чтобы добиться вот такого вот изображения. Но напомню, что на самом деле программка Fidja может открывать и сырые данные, которые здесь получены прямо в этом Digital Micrography и дальше вы можете их получить. Давайте снимем теперь несколько таких изображений с использованием разной диафрагмы объектива. Мы переставили чуть-чуть большую номер диафрагмы, то есть меньше. И обратите внимание, что теперь, когда мы фокусируемся на картинке преобразования FURIE, вот это вот облачко светлое, оно у нас не доходит уже до краев изображения, то есть разрешение нашей картинки будет уже немножко меньше. Ну и также, если у вас есть еще астигматизм, например, объектива, вы увидите это при помощи картинки преобразования, так как тогда это кольцо будет не в виде кольца, а в виде эллипса вытянутая. Ну и можно на самом деле попытаться немножечко подстроить, например, астигматизм уже объективные линзы, получая вот такие изображения и, соответственно, пытаясь его исправить так, чтобы это кольцо было круглым. И видно, что на первой картинке у нас контрастность небольшая, но зато разрешение весьма большое. На второй картинке у нас, скажем так, контрастность еще недостаточна, разрешение сохраняется. На третьей картинке у нас, наверное, оптимально разрешение и контрастность. Ну а на картинке ниже, там где апертура равна 3, видно, что, конечно, контрастность у нас высокая, но разрешение мы уже достаточно сильно теряем. В итоге, можем сказать, что для этого изображения с таким контрастированием, которое было применено, нам, конечно, наверное, больше всего подходит апертура вторая. Снимаем эту картинку, теперь уже полный кадр при меньшем увеличении и можно сравнить с картинкой, которую мы получили при апертуре равной нулю, то есть при выдвинутой апертуре объектива. Давайте завершим нашу работу на микроскопе. Нам нужно для этого вынуть наш держатель с препаратом и первое, что мы сделаем, нейтрализуем, опять же, столик, то есть поставим в нулевое положение. Два раза нажмем сюда stage neutral, дождемся, пока произойдет возраст только в нулевую позицию. Можем выключить генерацию пучка. На самом деле, микроскоп, если будете вынимать ваш препарат, сделает это сам, но лучше это сделать, конечно, ручную. Напомню еще раз, что смену препарата, смену ускоряющего напряжения, параметры генерации пучка может сделать в нашем ресурсном центре только инженер. То есть, в принципе, это показывается только в виде такого демонстрационного ролика. Теперь двигаем наш держатель один раз до упора, поворот, еще чуть-чуть, еще поворот, оставляем в таком положении, переключая теперь на положение воздух, вот этот переключатель. Сейчас мы услышим. Вот, у нас теперь вместо вакуума в этом шлюзе воздух, и мы можем теперь продолжить вынимать наш держатель. Вот мы его с вами вынули. Можем убрать теперь из держателя наш препарат и убрать держатель в чехол, чтобы на него не могла попадать лишняя пыль. теперь еще один интересный момент, почему на самом деле из ресурсного центра просят завершать сеансы немножко раньше в закончении рабочего времени. Дело в том, что вот эта вот кривая ловушка, которую вы сейчас видите помеченной стрелочкой, содержит в себе жидкий азот. И работает она по очень простому принципу. Внутри микроскопа находятся несколько металлических пластин, на которые до температуры жидкого азота охлаждаются, и все, что с вашего препарата летит, газообразное, влага, воздух и так далее, на этих охлажденных до температуры жидкого азота металлических поверхностях остается. Таким образом, в микроскопе соблюдается достаточная чистота, достаточно хороший вакуум, вы можете быстро менять образцы, не утруждая себя долгим ожиданием. Но это означает, что то, что накопилось, намерзло, условно говоря, на этих пластинках, там и остается. И нам теперь нужно эти пластинки очистить. Поэтому нам нужно убрать жидкий азот из этой ловушки, просто нагреванием. Но понятно, что при нагревании все, что на этих пластинах внутри микроскопа было, начнет испаряться. Поэтому микроскоп закрывает клапан между колонной микроскопа и пушкой, колонной микроскопа и детектором, включается на откачку во время так называемого отжига антикомбинационного устройства, которое мы сейчас с вами поставим. И на самом деле сотрудникам ресурсного центра нужно дождаться окончания этого процесса, потому что микроскоп лучше всего не оставлять без высокого напряжения. Естественно, высокое напряжение на это время тоже отключается. Поэтому тот час времени, который расходуется от вашей работы, это час времени на отжиг декомбинационного устройства и на повторное включение высокого напряжения, чтобы микроскоп ночь до следующего пользователя стоял под напряжением в готовом состоянии, чтобы следующий пользователь, перейдя, мог сразу начинать работать. Прежде чем это антикомбинационное устройство включить, нам нужно брать все места микроскопа, которые особо чувствительны к грязи. Это апертура. Во-первых, конденсорную апертуру мы с вами выводим на самое большое положение, то есть на ее отсутствие. Обязательно выводим моторизованную апертуру объектива. Если у нас вдруг была включена апертура выборной плоскости, ее тоже выводим из микроскопа. И после этого можно поставить вот такой жаргон, мы его назовем кипятильник. Устройство, которое будет за счет нагрева жидкий азот из кривой ловушки испарять. Маленький выключатель рядом, это проверка, что там нет нигде короткого замыкания. После того, мы поставим тоже быстро проверить. Ставили, потом его проверим и включим питание на нагревательный элемент. Микроскоп у нас теперь некоторое время недоступен, пока не отогреется кривая ловушка, после чего нужно будет соответственно заново включить подъем высокого напряжения. Держатели. К этому микроскопу есть несколько держателей, плюс есть взаимозаменяемый держатель еще от микроскопа GL-GEM 1400, о котором мы тоже с вами поговорим. Чем они отличаются? Во-первых, возможностью быстрого использования. На этом держателе, если вы видели, сеточка закрепляется в такой адаптер. И в принципе, пока вы смотрите в микроскоп одну сеточку, вы можете вторую сеточку на другой адаптер закрепить, и вся смена образцов, как видите, займет очень небольшое непродолжительное время. Более того, если вы с образцом постоянно с одним работаете, вы можете купить такой адаптер и приходить уже с образцом смонтированного. Этот адаптер вы уже точно знаете, где у вас что находится, положение сеточки при этом не меняется. Второй держатель здесь уже не быстро сменный, сеточку в него должны будете каждый раз класть, когда он вынут, и без адаптера. И у нас есть еще два вот таких крио-держателя, особенно серенький держатель интересен. У него, как видите, часть, которая держит сеточку, очень узенькая. Его можно использовать в нашем микроскопе можно поворачивать ваш объект до 75-80 градусов для того, чтобы можно было снять томографическую серию. Кроме того, наличие вот этого дюара естественно приводит к мысли, что этот держатель является крио-держателем, и здесь можно переносить ваши объекты в микроскоп под температурой жидкого азота. Второй держатель чуть-чуть более стабильный, он более широкий, но для томографии не очень подходит. Он, в общем-то, только для крио-режима давать. Эти держатели должны храниться под вакуумом, чтобы быть готовым к использованию. И вот станция как раз вакуумирования, в которой у нее установлена синенькая, вы ее вот здесь видите. Раз мы немножечко поговорили о томографии, то наклон вашего образца в гониометре возможно либо через программное обеспечение, либо под микроскопом спрятаны вот такие педальки. Обычно мы их убираем куда-нибудь подальше, чтобы кто-нибудь случайно на них не нажал и не удивлялся долго, куда делся его препарат. Но если вы будете работать с томографией, то он будет наклон образца делать, и эти педальки можно из-под микроскопа достать. Также мы с вами говорили, что в некоторых случаях неразумно использовать камеры. Дело в том, что мы знаем, что вот этот сцентилятор, вот это вот вещество, которое под воздействием электронов начинает светиться, для камер очень чувствительно к пучку электронов и желательно его никогда не сводить в точку. Но в некоторых случаях это может быть нам необходимо. Например, если мы хотим работать в режиме дифракции. И тогда рекомендуется использовать вот такие вот пластинки. Это сканер детабисп, синенькую. Это некий аналог-заменитель фотоматериалов. В этой пластинке заключены специальные кристаллы, которые под воздействием электронного пучка переходят в триплетное состояние. И в этом триплетном состоянии могут находиться очень долго. И только при освещении их красным светом они будут уже фосфорицировать в данном случае, но правда фосфорицировать они будут в синем свете. За счет того, что они запасли эту энергию в триплетном состоянии. И вот такие вот пластинки, они практически вечные. На них можно свести луч вообще в одну точку, удержать минуты, ничего с ними страшного не будет. Но их можно всего 20 штук в микроскоп зарядить и потребуется некоторое время потом на их сканирование. Динамический диапазон и разрешение чуть-чуть выше, чем у нижней камеры, но самое главное, что их можно использовать в режим дифракции, не боясь за микроскоп, за камеру. Микроскоп устанавливается туда же, куда и фотоматериалы. Вот в таких вот держателях. Один держатель, в который вы кладете ваш материал, второй приемный, в который они после экспозиции будут перекладываться. Установку фотоматериалов в микроскоп будет производить инженер, поэтому, если вы захотите использовать эти пластинки, это нужно будет сообщить заранее. Давайте посмотрим на второй микроскоп, установленный в нашем ресурсном центре, это Geol Gem 1400, тоже просвечивающий микроскоп. Как видите, картинка, которая здесь показывает его колонну, очень похожа на предыдущий. И здесь обычный термомиссионный катод, то есть вольфрамовая проволочка. Так как меньше ускоряющие напряжение, то толщина здесь среза стандартная, это 70 нанометров. Конечно, не все варианты здесь будут доступны, но, например, томографию с большим поворотом уже сделать нельзя. Криоэлектронную микроскопию на нем тоже, в общем-то, делать не очень удобно. С другой стороны, для рутинных целей он более чем достаточен. Точно так же у нас есть сверху где находится вот этот термомиссионный источник. Электроны идут по колонне у нас вниз, ускоряются при помощи анодных колец. Дальше у нас с вами есть держатель конденсорной апертуры, который мы можем тоже настраивать, сдвигать XY и есть специальная ручка, которая позволяет его вывести из колонны. Дальше у нас есть гониометр, то место, куда мы будем вставлять держатель нашего объекта. На этом микроскопе также немоторизована объективная апертура, ее держатель я покажу чуть дальше, и вот здесь вот еще есть держатель для апертуры выбранной плоскости. Дальше камера детекторов примерно такая же. давайте посмотрим на наш микроскоп с другой стороны. Обратите внимание, вот то, что нам не было с вами видно, это вот эта ручка, которая регулировала положение объективной апертуры. Здесь это делается вручную. Камера здесь установлена только боковая, она достаточно быстрая, хотя и не очень качественная, что позволяет очень быстро снимать. У держателя апертуры есть еще вот такой внизу рычажок, который позволяет полностью выводить из оптического пути микроскопа. Пультики я второй раз не дублирую, потому что они совершенно аналогичны таковым предыдущего микроскопа. единственное отличие это то, что они еще помечены теперь цветом. Камера здесь вводится вручную при помощи вот такого пультика. Камера так как верхняя, то тоже, когда вы ее вставили в ваш микроскоп, то уже на обычном экранчике вы ничего увидеть не сможете, она полностью перекрывает путь вашего микроскопа. Кнопка, которую я обязан по технике безопасности продемонстрировать внизу правого микроскопа это кнопочка EM-STOP. Если вдруг что-то, не дай бог, загорится, протечет, что-нибудь произойдет, то прежде чем покидать здание, нам нужно будет нажать на эту кнопочку EM-STOP, которая отключит наш микроскоп. Только в случае, если что-то действительно страшное происходит, потому что после того, как вы ее нажмете, на перезапуск микроскопа может потребоваться до нескольких дней. На этом наше практическое занятие по использованию просвечивающих электронных микроскопов GeolGEM 1400 GeolGEM 2100 завершено. Понятно, что это такое базовое ознакомство с микроскопами, конечно же, гораздо больше сложностей и тонкостей в настройках, и если вам понадобится с ними работать, рекомендую ознакомиться с шпаргалкометодическим пособием по этому микроскопу, размещенному на сайте ресурсного центра. Следующее практическое занятие у нас будет посвящено про подготовки к просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии. А на этом наше занятие сегодняшнее завершено. Спасибо за внимание. До свидания. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok